Добрый день, любители донимей кожи! Сегодня хочу вам рассказать об интересном американском джинсовом бренде Stronghold из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США. Совсем недавно наткнулся на Авито на интересное объявление о продаже вот этих джинсов, они как раз были БУ и мне они стали интересны и я начал поиски информации об этом бренде и вот в принципе в этом ролике я вам и расскажу что я нашел. Как вы видите эти я фотографии взял как раз с Авито и было мне вот интересно узнать, мне вот интересно понравился вот шрифт и то что это все-таки Selvage Denim и как вы видите год основание компании 1895 и меня это очень удивило про этот бренд что-то слышал но такое знаете издалек как бы это и мне было интересно побольше узнать об этом бренде может кому-то еще понравится кроме меня этот бренд и будет интересен этот бренд тем более что один раз вот я пока еще столкнулся с такими джинсами посмотрим и вот что я узнал и сейчас вам расскажу и так бренд стронхолд был основан в лос-анджелесе в 1895 году за 8 лет до того как братья райд впервые совершили полет на своем самолете китти хоук в то время население лос-анджелеса составляло всего 65 тысяч человек материнская компания называлась браунштейн нью-марк и луи в честь трех основателей дэниела браунштейна нью-марка и генри луи эти люди были пионерами индустрии одежды в лос-анджелесе и впоследствии основали ассоциацию торговцев и производителей лос-анджелеса 1911 году после того как нью-марк ушел из бизнеса компания была зарегистрирована под названием компания браунштейна луи стронхолд была первой фирменной одеждой которая производилась в лос-анджелесе и единственным производителем джинсовой и брезентовой рабочей одежды в лос-анджелесе до второй мировой войны к 1912 году стронхолд работала 1000 рабочих в центре лос-анджелеса что сделало их крупнейшим производителем одежды в южной калифорнии они произвели одежду для мужчин женщин и детей и представили категории повседневной одежды включая верхнюю одежду классические рубашки и брюки а также свои известные джинсы и комбинезоны 1908 году талисман стронхолд впервые был представлен рекламе его звали стронхолд стив и он появился на этикетках и пуговицах рабочей одежды стронхолд в 1930 40-х и 50-х годах так кто такой стив стронхолд стив официальный талисман бренда стронхолд уже более ста лет он фигурирует в рекламе и плакатах календарях и этикетках для бренда стронхолд в начале 20 века еще не было национальных брендов одежды в каждом регионе был свой крупный поставщик спецодежды для местных заказчиков тот факт что стронхолд был местным брендом лос-анджелес стал важным когда лос-анджелес стал домом для растущего кинобизнеса в 1920 годах в 1916 году чарли чаплин впервые официально одобрил бренд стронхолд в то время он был самой известной кинозвездой в мире в рекламе главная героиня чаплина эдна пурвинс изображена в камней зоне от стронхолд чаплин спрашивает это они и она отвечает конечно это стронхолд это первый случай в истории когда джинсовая одежда была показана на женщине в рекламе любого рода большая часть рабочей одежды которую можно увидеть в ранние голливудские фильмы была произведена компания стронхолд для любой сцены требующей какой-либо рабочей одежды дизайнеры костюмов отправлялись прямо на фабрику стронхолд это означало что в большинстве голливудских фильмов до второй мировой войны фигурили ковбои железнодорожники строители исследовали фермеры шахтеры или заключенные также были представлены в одежде стронхолд а в 1936 году чарли чаплин носил полосатый полукаменизон стронхолд в одном из своих самых запоминающихся фильмах новые времена эти самые каменизоны сейчас находятся в постоянной коллекции лакма художественного музея округа лос-анджелесе 1940 году американский актер генри фонда носилками зон стронхолд в роли тома джоада в экранизация романа джона стейнбека гроздья гнева первоначальная компания стронхолд закрылась в конце 50-х годов 20 века 50 лет спустя коллекционер винтажная одежда показал будущему владельцу стронхолд большому любителю денима и состоятельному человеку майклу парадизу то что осталось от пары джинсов стронхолд которые были найдены в заброшенной серебряном руднике в пустыне мохаве в калифорнии подобными поисками денима на заброшенных шахтах занимаются специальные команды которые ищут именно старые джинсы и потом найденные джинсы продают компаниям в производстве джинсовой одежды которые свою очередь восстанавливают ткань икрой джинсов из прошлого самые кстати известные команды поисков работает на бренд Levi's про который кстати уже рассказывал и вот так вот и появились снова сейчас в продаже модель джинсов Levi's 501 1891 года майкл парадиз был очень поражен найденными джинсами и узнав историю бренда решила его вернуть жизни бренд стронхолд был перезапущен майклом парадизом 2004 году одежда стронхолд снова производится в лос-анджелесе на фабрике стронхолд с использованием тех же методов изготовления что оригинальная одежда все заклепки болты пуговиц и этикетки ткани являются подальными репродукциями оригинальных предметов основанными на архивах компании настоящее время товары бренда можно купить во флагманском магазине бренда на бульваре эббот кине в городе венеция штат калифорния а также в интернет-магазине бренда магазине бренда можно купить не только товары стронхолд но и других известных и просто позабытых многих известных брендов как джинсовая одежда одежда из кожи обуви различные также есть и английские производители американские если зайдете на сайт и посмотрите там очень очень много интересных классических вещей для тех кто любит кожу кто любит джинсу очень много интересных вещей и в принципе правда цены очень очень высокие конечно но качество исполнения да это все таки одежда люксового сегмента поэтому кому-то это будет интересно кому-то нет но у меня все же интересуют вот такой вопрос потому что первые джинсы которые вам показал самом начале из чего началась вся эта история те джинсы они выпускали только один раз и они были отшиты в пакистане такая у них была один раз модель выпускалась после этого не этого больше делать не стали и теперь шьют джинсы только в сша из как говорят они из американских материалов непонятно какой денем они используют при пошиве своей джинсовой одежды потому что нигде не указан указан только плотность материалов используют они для пошива денем средней плотности от 10 до 15 унц и на ярд различных расцветок различных фактур и денем есть у них как и snap элементами так и слабее но нигде не сказано какой страны производства этот день ну как они заявляют что это у них все товары и материалы которые они используют для пошива своей одежды только американского производства но это непонятно в принципе но кому будет интересно можете сами поискать информации я просто просто не нашел но качество конечно бренд достаточным по-новому молодой но хотя у него есть и богатая история из прошлого интересная одежда конечно но цены очень высокие денем по-своему очень интересный мой взгляд потому что своеобразный у них пошив они в отличие от многих американских брендов и используют на задних карманах заклепки и не скрытые заклепки открытые заклепки в принципе хотя многие сейчас бренды американские которые шьет крафтовые джинсы из селовидж денима они это практически не используют также они не используют кожаные патчи на джинсах они у них и сделаны из ткани это тоже достаточно интересно потому что вот эта модель которая выпускалась в пакистане про которую они пытаются сейчас забыть дам почему-то она им не очень как бы зашла вот там был кожаный патч с логотипом компании stronghold здесь же на моделях джинсов вот вы можете сами видеть вот тканевые патчи и принципе как они говорят что это отсылка именно к прошлому дань прошлому вот именно к тем вот началу двадцатого века когда компания прославилась когда была узнаваема и многие ее знали и любили и в принципе я вот ничего плохого сказать не хочу достаточно интересно но все-таки цена может было кому-то вот интересно но цена слишком слишком высокая и также интересно то что вот мешковина карманов у них тоже не простая они используют в принципе как и сам деним потому что у каждой модели джинсов свой деним достаточно интересный и он имеет интересную фактуру не забывайте что у меня вы можете заказать кожаный ремень по своим размерам который будет сшит из премиальной кожи от американской фабрики хорвин от английской english bridal от джей джей бейкер и также от различных итальянских фабрик также ремней из кожи водяного азиатского буйвола и многие многие другие заказывайте кожаный ремень потому что цена соответствует качеству и все будет шито по вашим размерам вот такой интересный бренд джинсовой одежды из сша из штата калифорния надеюсь вам ролик понравился все кому понравилось видео ставим лайки и подписывайтесь на мой канал ну все всем пока счастливо